Добрый день дорогие зрители моего канала! Сегодня мы с вами будем плести вот такие интересные серьги в технике фриволите анкарс. Для работы нам понадобится пара челноков, нитки в двух оттенках. У меня это Ариана Вега, номер 40, цвет 201 и 608. Я буду наматывать нитки в два сложения. Также нам понадобится бисер обычный чешский и для расшивки маленькие 3 мм бусины. Также у меня небольшая просьба, если вы плетете изделие по моему мастер-классу, то оставляйте ссылку либо описание под вашими фотографиями. Мне будет интересно посмотреть, что же у вас получилось. А если вы впервые на моем канале, то не забудьте подписаться, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моих новых мастер-классах. Ну что же, давайте приступим к плетению. Хочу показать вам пробник, который я плела, прежде чем разработать саму схему. Вот он мне такой получился. Так, для начала мы будем плести основу. Я решила сделать ее из темного цвета. Первое колечко у нас будет 10 пико 8. Не забываем, что вначале мы заправляем концы ниток. Вот такое маленькое колечко у вас должно получиться. Следующее кольцо у нас будет 7 пико 4, пико 10. Плетем первых 7 узлов. Теперь выполняем соединение за пико, который у нас здесь есть. Далее плетем 4 узла, пико и 10 узлов до плета. Вот посмотрите, у вас каждое последующее кольцо будет лежать под предыдущим. Следующее колечко у нас будет лестись по схеме 8 пико 5, пико 11. После первых 8 узелков мы должны выполнить соединение. Оно будет выполняться точно по такому же принципу, как и предыдущее колечко. Я сплела первых 8 узелков. Теперь мы выполняем соединение за пико в предыдущем колечке. Плетем 5 узлов. Делаем пико и 11 узлов. Вот у нас что получается. Следующее кольцо у нас будет 9 пико 6, пико 12. Плетем первых 9 узелков. Далее выполняем соединение за предыдущее колечко. Плетем 6 узлов. Снова делаем пико и доплетаем 12 узлов. 4 колечка у нас готовы. Пятое кольцо, которое будет состоять из 10 пико, 10 пико, 4 пико, 4 пико, 4. После первых 10 узелков мы должны выполнить соединение. Далее плетем еще 10 узлов. Делаем пико. 4 узла. Снова пико. Еще 4 узла. Опять пико. И последние 4 узелка. Далее мы сплетем точно такую же вторую половинку, но в зеркальном отражении. Схему я пропишу вот здесь сбоку. Весь процесс плетения показывать не буду, так как в принципе он полностью идентичен. Вы просто плетете вторую половинку, но уже наоборот. Сплетем давайте вместе первое колечко из второй половинки, которое будет состоять из 4 узлов, пико, 4 узлов, пико, 4 узлов, пико, 10 узлов, пико и 10. Сплели первых 4 узла и выполняем соединение с предыдущим, за пико. Далее еще 4 узла и снова соединение с запико. Опять 4 узла и снова соединяемся за предыдущее колечко. Далее плетем 10 узлов, делаем пико, еще 10 узлов. Колечки у нас посередине получаются немного неправильной формы, но в этом нет ничего страшного. Далее мы доплетаем по схеме, которая указана у меня сбоку. Вот такой мотивчик в итоге у вас должен получиться. Теперь мы можем отложить его в сторону, это наша основа. И начнем плести следующий элемент, который, кстати, будет состоять у нас из дуг и колец. Поэтому плетем мы его двумя челноками. На этот раз я хочу сплести колечки розовым цветом, а дуги синим. Связываем кончики ниток. Первое колечко у нас будет 6 пико, 6. Не забываем, что у нас еще кончик нитки есть, который мы должны спрятать. И вот такое вот маленькое колечко у вас должно получиться. Следующее мы плетем дугу, поэтому переворачиваем челноки местами, чтобы дуга у нас была синего цвета. И плетем дугу из 10 узлов. Итак, дуга из 10 узелков у нас готова. Опять переворачиваем челноки местами и плетем колечко уже 7 пико 7. Кольца и дуги у нас ни с чем не соединяются. Плетем по отдельности колечки отдельно дуги. Переворачиваем опять местами челноки, плетем дугу из 11 узлов. Переворачиваем дугу плетем колечко 8 пико 8. Следующая дуга у нас из 12 узлов будет состоять. Не забываем менять местами челноки. Дальше кольцо у нас идет 9 пико 9. Снова меняем местами и плетем дугу из 13 узлов. Следующее колечко у нас будет 10 пико 10. Следующая дуга у нас будет тоже из 13 узелков. А далее мы повторяем наш рисунок. Точно такой же он будет, продолжение. Как с этой стороны, но получается в зеркальном отражении. Схему я вот здесь пропишу. По ней же, по аналогии, вы доплетаете до конца. И вот такой готовый мотивчик у вас должен получиться. Теперь его мы будем вставлять в нашу работу. Берем ранее сплетенный элемент и начинаем аккуратно вставлять в него наши колечки. Начинаем с самого маленького. Продеваем его сквозь боковое кольцо. С изнанки на лицо. Второй мотив мы продеваем уже с лицевой стороны на изнанку. Не пропускаем ни одного колечка, которое у нас сплетено. Далее чередуем. Получается, теперь мы будем продевать с изнанки на лицо кольцо. Следующий наоборот мы, получается, с лицевой стороны на изнанку протаскиваем. Пока они у нас не зафиксированы, они могут немножко убегать. Следующее колечко, это уже у нас центральное. Они у нас будут продеваться с изнанки на лицо. Что первое колечко, что второе. Это важный момент, потому что иначе у нас тогда рисунок собьется. Вот, посмотрите. Центральные кольца, это, кстати, кольца 10 пико-10. Оба должны выходить именно на лицевую сторону. Далее опять мы уже вводим колечко, следующее, 9 пико-9, с лицевой стороны на изнанку. Следующее, чередуем с изнанки на лицо. Потом наоборот меняем местами. И последнее колечко у нас должно выходить на лицевую сторону. Поправляем и расправляем наши колечки. Чтобы они лежали все правильно. То есть, таким образом, у нас должно получиться, что с лицевой стороны, с каждой из сторон, у нас будет лежать по 3 колечка. Причем, центральные кольца, оба, должны лежать именно на лицевой стороне. А если мы перевернем, у нас здесь должно лежать только 4 кольца. Плести серединку я решила синим цветом. Плести мы будем одним челноком. Вначале мы будем фиксировать именно лицевую сторону. Начинаем плести 2 узла. Теперь подкладываем наш мотив и проходимся через первое колечко. 6 пико-6. За пико присоединяем его к нашему колечку. Аккуратно проходимся. Плетем снова 2 узла. И прихватываем следующее кольцо, которое лежит у нас на лицевой стороне. Плетите очень аккуратно и следите, чтобы у вас ничего не переворачивалось. Плетем снова 2 узла. Фиксируем уже центральное колечко. Теперь плетем 1 узел полный. Фиксируем второе центральное колечко. Плетем 2 узла. Фиксируем следующее кольцо. Далее еще 2 узелка. И самое последнее маленькое колечко 6 пико-6. Зафиксировали, доплетаем 2 последних узелка и затягиваем. То есть все кольца с лицевой стороны у нас теперь зафиксированы. Никуда не денутся. Далее мы переворачиваем работу и начинаем плести следующее кольцо, которое зафиксирует наши кольца с изнанки. Начинаем плести вначале 4 узла. Отгибаем колечко, чтобы вам было удобнее его зафиксировать. И проходимся за пико. Присоединяем его к работе. Плетем снова 4 узла. Присоединяем таким же способом следующее колечко. Далее плетем 5 узлов. И фиксируем следующее кольцо. Плетем 4 узла. И фиксируем последнее маленькое колечко за пико. Так мы присоединили к нашему кольцу все колечки, которые у нас были не зафиксированы. Доплетаем последних 4 узелка и затягиваем колечко. Смотрите, у нас получилось вот такое центральное маленькое колечко. Вот это у нас лицевая сторона. Вот это у нас изнанка. Тоже, кстати, красивое. Для плетения следующего мотива нам потребуется надеть на розовую нить бисер. Для начала розовой ниткой я должна сплести колечко. Кольцо это у нас 5 пико 5. Итак, я сплела первых 5 узлов. Беру наш мотив, который ранее сплетен. И в основании колечко, вот этого центрального, я должна прицепить свое новое кольцо. И доплетаю еще 5 узлов. Все, как только сплели колечко, затягиваю. Дугу я буду плести именно розовой нитью, потому что на ней у меня бисер. Смотрите внимательно, чтобы нить, которой вы хотите оплетать вашу работу, была нужного вам оттенка. Так, вначале я делаю один полный узел. Далее через один узел буду вплетать бисер. То есть, получается, подгоняю одну бисеринку, делаю полный узел, подгоняю еще одну бисеринку. Таким образом, вначале я должна вплести 7 бисерин. Итак, 7 бисеринок я вплела. И теперь, смотрите внимательно, мы должны зацепиться за соединение между колечками. То есть, мы должны его найти вначале. Вот видите, оно у нас скрыто немножко дугой, которую мы наложили. Мы аккуратно вводим вот таким образом крючок, зацепляем, проходимся через соединение. Соединяем дугу. И начинаем вплетать следующие бисеринки. Делаем вначале один полный узел. Так, вплетаем 6 бисеринок. Далее мы должны будем зацепиться за следующее пико в первом нашем мотиве. То есть, смотрите, между колечками. Нам удобнее зацепиться с обратной стороны. То есть, мы будем чередовать. Вначале мы будем опять так же зацепляться с лицевой стороны, а потом с изнанки, чтобы дуги у нас чередовались. Теперь, вот видите, дугу я отогнула. Соединяюсь с нашей дугой с бисером. Аккуратно затягиваю. Вот, посмотрите, что у нас получается. Далее плетем опять один узел полный. И вплетаем уже 7 бисеринок. 7 бисеринок я вплела. Теперь мы должны закрепить дугу на лицевой стороне. Сцепляемся и аккуратно выполняем соединение. Следующая дуга у нас опять так же начинается с одного полного узелка и 7 плетеных бисеринок через один узел. Теперь мы должны соединиться под дугой. Помните, да? Что если предыдущую мы на лицевой стороне закрепляли, то следующую мы закрепляем как бы с изнанки, отгибая при этом дугу, которая у нас наложена. Теперь следующую дугу мы будем плести, она у нас будет проходить по верху. То есть мы не будем закрепляться посередине нашего мотива. Вот если вы посмотрите, серединку мы зацепляться не будем. Мы пройдемся сразу, сделав большую дугу. Я вплетаю 15 бисеринок. Соединяемся сразу, получается опять с изнанки, как и здесь, чтобы у нас все было симметрично. Далее у нас идет повторение. Далее мы должны очень аккуратно соединиться с нашим колечком, которое в центре. Вот здесь. Для этого я отрезаю длинный конец нитки. Буду вшивать его в наше кольцо посередине вот здесь. Для того, чтобы работа все-таки имела законченный вид, я решила вшить в серединку маленькие бисеринки. Для этого я прохожусь в основание нашего центрального колечка. Нить вы, кстати, можете взять от последней нашей дуги, которая у нас здесь зафиксирована. Выхожу на лицевую сторону и беру вот такие вот совсем маленькие-маленькие, есть у меня бисеринки, это 3 мм. И вшиваю ее в наше колечко. Прохожусь вначале в одну, потом в другую сторону. Помним, да, что для того, чтобы зафиксировать бусинку до конца, желательно пройтись несколько раз. Ниточку я увожу назад и там же зафиксирую. Ну что же, вот такой небольшой мастер-класс вы сегодня просмотрели. Я надеюсь, что он был полезным и интересным для вас. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok